Наша культурная грамадскость и тут, и в Беларуси, наиболь живе одной поделой, что путка 25-го саговика будет 100 годов Беларуской народной республицы. И вот это постоянно обуголивается, говорится, как это означать. Ну, по-перше, чему треба означать? Во 25-го саговика, когда была объявлена незалежность Беларуской народной республики, это был поворотный момент в нашей истории. Это был тот грунт, на котором выросла наша держава и наша нация. Если бы этого не было в 18-м году, то уже при большевиках, а через 9-м месяцев прошли большевики, уже бы не было ничего. И они измечли, растоптали все. Уже бы не было. Вот это изъяло, это подея, которая дала нам грунт, основу. Она подняла стяк, дала нам идею, и это справедливо так. Это справедливо так. И тут треба разуметь, из чего, что той час, 18-й год, 17-й год, ее недостатково по сегодняшний день осветлены у нашей историчной навыции. А если бы коротко, это был час белизарнейшего белорусского узды. Усе, по всей Беларуси, у войску, усе ведали, что они белорусы, что Беларусь повинна быть незалежной. Створались сотни организаций, сотни. И не только на Беларуси, а у войску створались. Когда отбывался этот пероворот большевицкий, когда уже война ишла до конца, то целые полки белорусские, солдаты, офицеры выступали и потребовали переименовать в белорусский полк. Но мы белорусы. Значит, уздым был настолько великий, что эта яма Беларусской Народной Республики, она натурально выросла в жизни. И она выросла. Это уже было подрихтовано. И я про это сказал, я еще подкрыслю. Вот это первый все белорусский взъезд, который отбылся в 1917 году, с 5-го снежного по 17-го. Начается 2-3 дня. 1872 делегаты из всей Беларуси. Вот это уздым. Усе были национальные меньшины. Кто бы у всех? Русские были, наверное. Российцы так же. У всех. Габриев, у всех были. И по остальным вопросам, никак не задумывались, каким же чином? Театр умещает 600 человек. А там 1872. И работали 2-2 дня. И задача была куты, как подрихтовать независимость Беларусской народной республики по всех аспектах. По экономичным, по культурным, по всех. И они працавали над программой державы, над программой нации. Ни где такого не было. Ни где такого не было. Зараз история открыта. Другий взъезд Советов. Это який привел до большевистского переворота. Что там отбывалось? По-перше, на этот взъезд приехало очень мало людей. И не из всей России. Это все большевики не целовали, потому что они захопили много Советов. Их была тактика захопить Советы. И с них Советы, где были большевики, они собрать хотели эту команду, и там, значит, заработать первого рождения. 649 делегатов. Заседали 2 дни практически. Протом, когда началось поседание уже там, все это матрасни по Лундре, так, большевики начали уже захопывать Уладу. Банки брать, телеграфы, вокзалы, все. Потому что немцы дали гроши. И было задание Ленину. Заработать перворот. Отбывается взъезд, а тут отбывается перворот. Взъезд был все против. Все же такие там большиняне не ведало. Они были все против этого. И Троцкий там был все против. И Зиновьев это ведается, кто эту историю вылучал. И уже на другой день они взяли этот самый зимний палац. Никакого взяться палаца не было. Его никто не оборонял. Был уже ночью батальон, и им сказали, девочки, идите, постреляйте. И они пошли. Они все кинули. И они пришли. Ну, как кажется, министры вот их захопили. У всех вот. И все, отбылась революция. И пришел Ленин и сказал, великое социалистическое революция осуществилась. Это вы ведаете. У вся эта рада, у вся эта Троцкий, они не ведали, что работать. И Троцкий говорит, ну вот что, что работать. Ну вот мы не желали брать власть, но если мы взяли власть, надо правительство создавать. Ну что зафиксовано? Вот что-то отбывалось. Это неякое поравнание, что это вот такое, неякое не может быть. Я адекватно трансовал наш взъезд. И по второму. Это был выник аульного стану, как и был у Беларуси. Вот это вельми истотно. И другое уже, поскольку я заканул эту тему, и другое. Вы можете шмать в интернете найти, что там Марзалеву будет нечто говорить, что это же не была держава, она же не житцавилась, и эта держава. Ну правильно, она не житцавилась. Ну вот, и начинаются какие-то причины, почему-то она не житцавилась, а этого не было, а того министерства не было, а того не было. Это подмена пытания. Паной, это подмена пытания. Держава была объявлена, она была сборана, и она была оккупована большевиками. Она проясновала 9 месяцев. Под немецкой оккупацией немцы дозволили только некольким министерствам. И они это все родили под немецкой оккупацией. Пришли большевики. Все, оккупация. Потом разорвали БНР, разорвали на две частки. Из одного боку поляки, из одного боку большевики. Так что не осуществилось? Что не отбилось? Отбылась оккупация. Захопили, окуповали, разорвали, изнищили, потом усих, до одного расстреляли, потом у головы. Ведаете это все? Это вот питание, которое поставлено с ног на голову, на голову и постоянно, знаете, это долдонется, это говорит, это пишется, это выступает. Ну, это же не так требует до этого подходит. Вот это я хочу так само подкреснить, что это изъяло, которое зараз 100 лет, это изъяло великого кшталту, это грунт нашей истории, и не выпадково, и эта влада какая есть, они супродзятые, они не ведают, что родить, а, да, они это не потребуют. Ну, и тем не менее, громадство рыхтуется. Значит, какие есть концепции? Створный архкомитет громадский, ну, и в этом архкомитете были люди, которые закликали, и теперь закликают выйти на улицу, вырабить шествие, и так далее. Видите, что было за шествие в минуем году, или побили людей и просто растоптали в раз. Вот. Значит, ну, вырабилась такая трошки переориентация, мы как бы приняли нашу концепцию зараз, что требует, как это было свято. Это правильно. Это правильно. Вот. Ну, те умовы, у которых это отбывается, те претензии, какие робятся, заведать, приведут до нуля. Не моя задача их критиковать, но очень важно правильно оценить обстановку, заходячи с твоей обстановкой, то, что мягче, требует родиться. Если какие-то не мягче, родятся умовы, и какие-то залежные от уважений, то это приведет от того, что вы никого не будете. Чему я про это скажу? Потому, что, когда этого не будет, я готовлю провокаторы, которые скажут, что нужно сделать шесть, выйти всем на улицу и показать нашу силу. Это настолько цинично. Какую силу? Кому вы покажете? Силу режима. Силу же его. Ну, это же реально. Вы глядите на речи, что отбывается, выйдя 200 человек. Если вы хотите за 2000 подставить этих людей, которые с детьми пойдут, для них нет никаких перешкодов. Для них нет никаких стремливочных. Они будут женщин за этих восьмидесяти годовых людей бить дубинками, что и было. Вот. Значит, вот такая зараз ситуация. Ну, и наш подход тут мы робим, я имею в виду, консервативные на христианской партии. Мы робим академию. Значит, это будет конференция науковая, где будут доклады отбыванные. Это один момент. Другий момент. Мы робим, подрихтовываем такое свято. Вот. С песнями, с выступами, с ансамблями, с отбыведными промовами, конечно, с отбывающими, с отбывающими, я все еще не скажу, потому что это еще не час. И это делается в том месте, в котором реально может быть. Не на Банголове, нет. В другом месте. И третий аспект, который сейчас очень важен, он имеет такое международное значение. И начали мы его с осенью минулого года я ездил в Варшаву, ездил в Белосток, в другие города, ну, в Вильнюк, эту справу поднять таким чином. Как, повсюдно, по Беларуси, и не только по Беларуси, или за ножой ездил в Беларуси, отзначит, что год БНР памятным знаком. Памятный знак, який будет навечно. Принцип Борисовых каменев. Видите, что такое Борисовое камене на звене. Господи, помоги рабу твоему Борису. Шмак таких каменев с надписями ездил на поводчине. И они уже тысячу годов скоро. Так вот, принцип такой, что это повинен быть вечный знак, угонор этой падения. Найбольше до этого подходит, нумеркуется, это природная структура, причем природный камень, где повинен быть минимум слов. Сам факт и сутность, гасло, мотто, диис, что такое гэта падения. Вот, что означало для нас. Гэта слово знайдзено. Для них лучше так, беларусь на негэджа. Вот, рада бле, незалебность беларусской народной республики, она ствердзела вось, гэта слово. Ну, и что отбывается реально? Реально идут великие перамовы, письмы у Вильни, потому что мы хотели бы у Вильни на костейной территории там зарабить, как не связываться с дзержавными ладами. Вот, гэта идёт перамовы, переписка с курей, переписка с кустошами, там, капуцинами и так далее. Это всё уже тянется некольки месяцев и мы бачим, что всё-то затягивается в переписку, как бы ничем это не кончилось. Аля, мы подходим так, что сто год БНР, это не только 25-я секундака, это практически целый год. Вот. В Белостоку створен архкомитет, я его началью в Абапа, ось, и этот архкомитет так само дбая только эта подея была ознакована таковерным членом. В Менске давно так само написаны все подъемные письма, всё, она уже проектов родится. На Гродинщине есть энтузиасты, которые уже сделают это, и это будет на приватных территориях. Потому, что, безумовно, надея на то, что эти влады дадут дозвол в каких-то громадских местах, мы, скажем, сделали заявку как у сквера, когда театр Янки Купавы это было, этот знак поставили. И есть еще несколько мест таких престижных у Центры. Вот. И это повинен быть ну, такие вот знаки, которые останется навечно. Мне эта идея пришла, когда я был на территории Палаца Агинских, в Залессе, и там есть камень, и написано «тенем костюшки». Это Агинские сделали. Вот он будет вечно. Вот он будет вечно. На своей посессии он сделал такие помни, какие говорятся. Эти два слова, они не шмот говорятся, они ураживаются, они ураживают, потому что тут полный подход, треб разумеется, это такая з'ява, как Борисовая камня. Тут работать никакой формиловку, некий помник, фигуры, ну, все одно, это другое. Так вот, есть такая концепция. В принципе, мы могли бы тут что такое сделать, но я уже думал, что не складано. Не буду говорить, почему так складано, но в принципе можно было всюду, в том, как в Америке поставить такие знаки на приватных, на церковных территориях. Это важно для веиха в нашей культуре. Они говорятся, не будут говорить такие знаки для других покажений. Ну, и теперь это в таком стане, что